Все больше компаний начинают работать на рынке носимых устройств. В то же время умные часы не являются популярными на рынке масс-маркет. Почему? Обсуждаем с Дарьей Слуцкой, с компанией GFK. Рынок носимых устройств, он новый для потребителя, но что он сейчас хочет, какие тренды наблюдаются? Да, безусловно, рынок развивается. Развивается как в мире, так и в Европе. И в России. Но, к сожалению, он развивается не такими быстрыми темпами, как от него ожидали. По крайней мере, в 2015 году. Почему это происходит? В первую очередь за счет того, что функционал носимых устройств, например, таких как часы, он достаточно обширен и для потребителя до сих пор не ясна добавочная ценность от покупки данного аксессуара. Но вот сейчас наиболее какие покупаемые устройства износимых? Безусловно, лидируют фитнес-трекеры. Доля фитнес-трекеров, по данным нашего исследования в 16 странах Европы, составила 60%, что в три раза превышает долю тех же смарт-часов. Но почему? Мировые компании выпускают модели носимых часов, пытаются с помощью маркетинговых инструментов их продать, но почему не идут продажи? Да, дело в том, что фитнес-трекеры по сравнению со смарт-часами обладают очень специфическим набором функций. Для потребителя ясна цель покупки такого устройства. Также ценовая категория. Фитнес-трекер средний стоит примерно в два раза дешевле, чем смарт-часы, не говоря уже о средней стоимости смартфона. Поэтому для потребителя существует оправдание для покупки такого аксессуара. То есть, покупая фитнес-трекер, я могу пользоваться им независимо от смартфона. Я могу им пользоваться в ситуациях, когда я не могу пользоваться смартфоном, например, занимаясь какой-нибудь активностью, как плавание. Ну, предположим, да? С часами ситуация другая. Да, ситуация с часами отличается очень сильно. Во-первых, если говорить о российском рынке, то средний чек за смарт-часы примерно равен среднему чеку за смартфон в категории 3G, 4G. Соответственно, это очень большая, скажем так, сумма для среднестатического покупателя, да, выложить за аксессуар, по сути, который, в принципе, дублирует функции телефона, но при этом не добавляет уникальности. То есть, он не может быть использован в большинстве случаев отдельно от смартфона. И таким образом теряется именно причина, по которой потребитель захотел бы купить его. Часы перенеслись они в сектор элитных приспособлений, элитных гаджетов, или просто не нашли потребителя ни в среднем сегменте, ни в высоком? В настоящее время увеличивается конкуренция во всех секторах, то есть, в том числе и в секторе лакшери, так называемом, который начинает также выпускать очень дорогие девайсы со смарт-функционалом. Тем не менее, мы все-таки считаем, что еще есть время для того, чтобы потребитель осознал действительно нужность данных смарт-часов. Для масс-маркета на сегодняшний момент, к сожалению, часы еще не стали именно средством необходимости. Но в то же время они также и не стали символом лакшери. То есть, часы – это больше повод гордиться своей технологической продвинутостью для обладателя, нежели это какой-то показатель статуса, скажем так. На российском рынке какие сегменты показывают наибольший рост сейчас? Мы говорим фитнес-трекеры, может какие-то дополнительные? И по-вашему, как будет меняться эта тенденция? Да, это очень интересный вопрос, потому что, как я уже сказала, фитнес-трекеры, безусловно, лидируют на рынке в настоящий момент. Наконец-то можно говорить о том, что данный тренд может переломиться, и фитнес-трекеры уйдут на второй план, и все-таки место их займет смарт-часы. Во-первых, об этом говорит, наконец-то, выпуск так много ожидаемых часов от Эппла, которые, безусловно, внесут свою лепту в данном тренде. Ну, это скорее будет лепта на американский рынок, то есть? Я бы не сказала, что на американские продажи Эппл-часов уже начались на российском рынке, то есть они начались, если мне не изменяет память, в августе. Таким образом, остается еще достаточно времени до конца года, чтобы Эппл-фаны все-таки изменили курс событий, скажем так, на данном рынке. Но будет ли вот эта тенденция изменения структуры рынка на переход на часы глобальной, быстрой? И будем говорить, что эта тенденция продлится 15-16 год. Может ли какие-то другие вещи, носимые устройства на рынке тоже будут показывать определенный значительный рост? Я думаю, что в целом тренд углубления изучения данного сегмента и появления все новых потенциальных возможностей для применения носимых устройств, он будет продолжать развиваться. От этого мы будем видеть все больше и больше предложений от производителей, больше устройств. Не обязательно это будут просто новые часы, может быть, это будут новые форм-факторы, как очки, кольца, пояса и прочее. Да, возможно. Но для смаркета мы видим в целом тенденцию именно к переходу на смарт-часы как альтернативы смартфону в каких-то ситуациях. Но для этого смарт-часы в первую очередь должны стать независимыми предметами коммуникации и это должно быть донесено до конечного потребителя. То есть здесь скорее психология, чем технический функционал? Можно сказать и так. Тем не менее, в настоящий момент еще недостаточно моделей смарт-часов с сим-картами, то есть те, которые могут действительно независимо оперировать от смартфона. Поэтому увеличение модельного ряда именно смартфонов с сим-картами, например, безусловно, также увеличит и потребность покупателя в таком товаре. Насколько насыщен уже этот рынок в России? Ожидает ли увеличение продаж из-за ненасыщаемости рынка или из-за смены тех уже устройств, которые есть у людей? По итогам первого полугодия 2015 года, если сравнить июнь с январем, то количество игроков увеличилось примерно больше, чем в два раза, что, безусловно, говорит само за себя. Но несмотря на то, что ниша все еще остается достаточно незагруженной, мы ожидаем, что данное число только будет расти и увеличиваться. И тем не менее, игроки, которые уже имеют рекомендации в других сферах, а в первую очередь это технологические компании, они, конечно, пока что лидируют в том или ином сегменте носимых устройств. О поведении потребителя на рынке носимых устройств мы говорили с Дарьей Слуцкой, с компанией GFK. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенцев, специально для Дукас Купи ТВ из Москвы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!